Привет, друзья! Мы продолжаем наш проект 170 квадратных метров, которые давно уже переросли 170 в больше квадратных метров, потому что кроме потолков мы еще занимаемся стенами. Ссылка на весь проект у вас появится вверху и ссылка на плейлист с этим проектом, она есть в описании к этому видеоролику. Так, хотел, что прям вот сейчас происходит, да, кто-то из зрителей, из наших постоянных зрителей, потому что я уже видел, Ник сейчас не помню, написал, что ребята, делайте короче, делайте по две минуты, делайте шорсы, вместо там 200 минут видео сделайте там 100 по 2 минуты, да, там 200 минут видео, да, и у вас будет 100 роликов, и вместо того, что один ролик на 200 минут наберет тысячу просмотров, у вас 100 роликов наберут по тысячу просмотров, или шортсы, короткие ролики, надо тематику под них, нельзя просто сделать, я тут мажу шпателем, а тут я еще раз мажу шпателем, да, для них нужна тематика. Шортсы, я большой любитель посмотреть YouTube, но я смотрю, правда, не с телефона, а с компьютера, ну, как бы с большого экрана, и мне те шортсы, которые YouTube мне предлагает почему-то, хотя я их ни разу не смотрю, это какие-то полуголые девицы, которые играют на инструментах и занимаются спортом, это основная масса шортсов, которые мне почему-то там вылезают в этой ленте, где YouTube их предлагает, то есть, но мы не полуголые девицы, мы занимаемся нудным, скучным трудом, который никому не нужен, абсолютно, то есть показатель этого канала очень и очень такой весомый, нам больше три с половиной лет, и на этом канале около двухсот видео загружено, меньше шести тысяч подписчиков, за три с половиной года, это очень узкая тематика, ты хоть сделай здесь по секунде ролики, нет, это никому не нужно, я говорю никому, в смысле общей массе людей, это не нужно, это не развлекательный контент, и поэтому я делаю так, как делаю, и я делаю это не с радостью, раньше, когда я начинал делать, да, видеоролики, я делал их с радостью, я кайфовал от этого процесса, это было так прикольно, то есть, я делаю кино, я перестал даже смотреть фильмы, чтобы вы понимали, да, то есть, когда я начал делать ролики, я перестал смотреть фильмы полностью, я с момента, когда я начал канал, я посмотрел, по-моему, один фильм и тот там клипами, потому что я понял, как делаются фильмы и как это работает, я потерял всякий интерес к этому, особенно сейчас, в это время, то есть, у меня нет какого-то фонтана эмоций или еще чего-то, и единственное, почему я делаю эти видеоролики, этот видеоматериал, я даже не знаю, почему, я просто должен, да, взялся за гуш, не говори, что не дюж, взялся и как бы и должен, и поэтому я спустя голову и нос, я делаю эти видеоролики, как уже говорил, какой-то особенной мотивации у меня нет, это очень узкая тематика, очень малый, низкий отклик, и тысячи просмотров на ролике, 10 тысяч просмотров, даже 100 тысяч просмотров на одном ролике, это плевок, это ничто, в рамках ютуба, это ни о чем, просто ни о чем, это не мотивирует меня создавать контент, я смотрел, я смотрю Дружи Обломова, и есть у него друг Костян, который живет там во Вьетнаме, да, и помню, смотрю какой-то обзорчик или рецептик от Костяна, и он такой там говорит, вы знаете, вот мне сделать рецепт, я так знаю статистику, у меня будет 70-80 тысяч просмотров на ролике, мне невыгодно делать рецепт, я не буду его делать, потому что, а зачем, это слишком мало просмотров, это не окупит мое время, да, поэтому я делаю, как делаю, вот как получается, у меня час получится, будет час ролик, 5 часов получится, и будет 5 часов ролик, как получается, потому что ты приходишь с работы, и ты должен, должен делать ролик про работу, про то, что ты уже делал, опять и опять, и так, как с каждым разом, с каждым разом, и у нас уже был проект, барочной кущи, который начинался, как раз я думал, что будет классно делать так, один день и короткое видео, или там два дня короткое видео, Я недолго продержался, я продержался где-то месяц, потому что там отклик был вообще никакой, 100 просмотров, 150 просмотров, мотивация нулевая в таком, то есть это ничто, это ничто по сравнению с временем, которое вкладывается, а в этот канал вложены тысячи часов, поэтому я выбрал так, мой выбор такой, я делаю, как я делаю, а вы, кто активный и хочет что-то сделать, вы можете взять, по-моему, сейчас YouTube разрешает вырезать из видео что-то, вы можете создать специальный канал, где вы будете вырезать кусочки из того, что я тут наснимал, если вам это нужно, может какие-то лайфхаки, еще что-то, какие-то конкретику какую-то, короткими, да, и посмотрите на реакцию, я думаю, она будет такая же, как и на этом канале, то есть около нулевая основной массе, это не нужно, очень мало подписчиков за все время, за столько, 150 человек в месяц подписывается, это смех, это очень мало, и причем активных из них, по статистике YouTube, это 10%, 15% может быть, чтобы для понимания было, так что я продолжу делать, как я делаю, и пока оно хоть как-то делается, ладно, слишком много спич, и надеюсь, кто-то уже промотал этот спич, и не слушал его, но кому-то, может быть, это было интересно, ладно, пойдем посмотрим, что мы будем делать сейчас. Затянувшиеся выходные были, сегодня 30-е, 30-е ноября, кто-то поболели, то такое этакое, в общем, что, мы остановились, в прошлом видеоролике мы остановились на том, что мы подготовили вот эти стены под поклейку сетки, здесь выровнено провилом, шпаклевкой, вон, видно такое вот что-то, здесь зашлифовано, потом прогрунтовано, и, кстати, пропрогрунтовано, вот, а ну-ка, видит камера, 4 к 1, 4 к 1, и все равно, тифингрунт к науф дает вот этот блеск, на самом деле, еще меньше, надо 5 к 1, 10 к 1, мне не нравится, мне не нравится, это не пленка, но вот такое подблескивание, мне не очень нравится, а здесь 4 воды, 1 часть грунта, и мы тогда вот, когда ошлифовывали, заметили трещины, эта трещина расшитая, она не была такая, она была волосяная, я ее расшил специально, чтобы ее можно было заделать, и здесь на этой стенке расшил так же, вот, она не была такая, я вам покажу, какая она была, поскольку, это было несколько дней назад, получается, 4 дня назад, вот мы проводили эту работу, мы прогрунтовали все, чтобы можно было замазать, вот здесь такую нашел, вот, трещинка, которую я нашел несколько дней назад, я ее увидел, а вот ее продолжение пошло, а ну-ка, видно? вот она вот она я надеюсь камера ее видит и она прошла до самого верха вот такая она была волосяная тоненькая вот вот такая вот такая она была я просто и расшил для удобства чтобы можно было ее хорошенько пробить чем-то забить да вот материалом и ее не было здесь а сейчас я вижу она пошла до самого верха вот так мы что-то сцепили сжали приезжали применили к нему какое-то усилие а подвижки которые были в этой стенке они никуда не делись они так и остались какие-то конструктивные особенности которые хотят вот эти силы которые внутри какие-то напряжения ищут выход и они находят в этих трещинах это не старые трещины абсолютно здесь таких трещин не было то есть это трещины новые полностью которые прошли вот так снизу и доверху здесь доски идут вот так в этой стене здесь 2 двойная стенка то есть доска пространство сантиметров 10 еще одна доска с той стороны, но видимо что-то происходит какое-то движение, потому что все трещины здесь были вот в таком направлении вот так где-то проходили, как бы вдоль досок естественно, как они обычно проходят, должны бы проходить на стандартных стенках они проходят вот так вдоль досок, как они здесь пошли но здесь не стандартная стенка здесь вот так доски, не знаю ладно, тогда выход такой надо бы ее расшить, эту трещинку вот эту вот маленькую которую я сейчас увидел, которая прошла несколько дней назад, мы пока займемся вот этой маленькой стенкой мы будем здесь клеить сетку и надеюсь что-то здесь делаем а там разошьем трещинку прогрунтуем и завтра можно будет замахать так что вот такое какое-то движение пока так так вот перед тем как дела саша сейчас этим самым гипс со шпаклевкой джесской пакетиком задувает эту трещинку расшитую нашу и потом аккуратно странное подозрение что это там не джесска там был смесь какая-то наверное была смесь вот рано сейчас снимать еще жидко ну да это скорее всего замес был с к нау финиш с гипсовой скорее всего да ну не проверила надо было новую замес сделать ну ладно все равно сейчас прихватиться надо подождать пока прихватиться и чтобы не было вот такой вот она очень усадочная гипс ввс 16 плюс ротбанд финиш шпаклевка она усадочная мы всегда используем джесс для чего-то почему-то у нас был такой замес вот с этой самой ну и тоже нормально просто чуть подождать надо пока сеточку нарезаем то это она сейчас привстанет и можно будет нормально замазать и все она пристанет чуть-чуть и пойдем клеить и все хорошо будет здесь прогрунтована все так что ты саша еще смочил увлажнилась прожекторы бегают что она зачем короче чем наклеили мы сетку и сейчас пойдем сразу же поклевать большими шпателями там всякими 40 45 и потом еще два раза помельче чтобы полностью загладить приглашать а так ничего не видно ну чё ну да мигают эти прожекторы а чё делать сейчас такой момент что покупать там вкладываться в хороший свет да и кидают там подкидывают в комментарии ребята там насчет света то это сейчас просто вкидываться в хороший свет я имею ввиду общую ситуацию да в работе в стране и так далее сейчас вкидываться ну как бы я пока не вижу смысла до свет нужен до нужен хороший но не сейчас естественно я знаю про существование того что есть и есть хороший свет есть и классный свет и чем им лучше тем он дороже но в данный момент в данный момент мы пока воздержимся от излишних трат так что пока помигает этот свет пускай помигает да это плохо глазам до плохо снимать видео но пока воздержимся вот такие туда борщики местами она видно прям надеюсь что видно стали тут все вот так чуть-чуть да и мы оставляем вот эти вот все заусенцы чтобы потом когда мы пройдем следующий раз мы мелкими более шпателями мы это все сбивать чуть увлажняем перед собой что все лучше оно было вот так ну вот видно не вот сюда хорошо видно здесь было яма ну каждый раз мы подравниваем больше и больше больше и больше ну вот это все ямка удобно тебе до кельмы всем было удобно и ксении удобно и тебе тоже удобно она не да вот шпатель сам по себе даже большой 45 который он как бы чуть подглаживает она более жесткая она позволяет выравнивать хорошо резать срезать шпаклевки такое ну заусенцы у тебя жирная че нельзя его ну ладно уже получше чем было чуть 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 не хватило шпаклевки но с другой стороны уже вечер мы бы все равно сегодня не успели еще два раза финишем перенакрыть поскольку выравниваем хорошо сейчас саша взяла серьезно заниматься серьезно подходит прям к вопросу это надо будет аккуратно потом шпаклевать то что она вот понаделала ты понаделала ладно значит вот такой сейчас мы закончим и оставим чтобы это полностью высохла благо у нас еще есть работа на другой стенке и потом когда высохнет полностью еще два раза пройдем небольшими шпателями финиш на все сделаем маленькой и сладенько есть то вечер нам чем заняться можем еще сеточку нарезать сюда здесь больше полотен здесь было ушло четыре полотна только вертикальных и мелочуха тут а тут 8 полотен еще за угол надо завернуть то есть нам на завтра вот надо сделать задел чтобы не тратить время поскольку сегодня мы потратили много времени именно на подготовку на при резании сеточек на какие-то трещинки то это так не надо надо прийти просто начать сразу клеить вот так что доделаем остаточек маленьких их на завтра приготовим их работу она класса получается на самом деле да уже вот такое выравнивание происходит то что надо все это накрывается вот так получается сегодня 1 декабря следующий день не высохла чуть-чуть не высохла ну и ладно так я не надеялся что она высохнет быстро вот видно тут такое пятно не в тени но это не высох точно не высохла и угол не высох вот здесь добиралась много подравнивалась клеила сетка сюда в угол и вот так еще угол мокрый ну ладно у нас есть чем заняться у нас вот эта большая стеночка нам предстоит сегодня здесь больше намного больше чем там но у нас есть нарезанная сетка много нарезанных сеток у нас все приготовлено мы сможем сразу в начале рабочего дня сразу приступить просто сначала замажутся трещины конечно гипсом с нормальной шпаклёвкой жесткой быстренько пристанет и с той стороны пойдем клеить все размечено у меня все размечки есть меточка там меточка там я сначала размечаю постоянно то есть первый беру метр потом по 90 как стандартно как обычно обозначая сколько куда мне надо сюда перехлестнуться тоже зайти за угол как-то вот такая работа ожидает большая стеночка сегодня заклеить и сеточка и тоже желательно как с той стороны прикрыть хотя бы с ну как бы слоем по мокрому большими шпателями подровнять еще что-то так чего мы сетку наклеили и хорошо я думаю что мы сегодня успеваем большими этими самыми саша у нас она одна швейцарская кельма и а шпателем таким подобным вот большим таким 45 проходим подравниваем чтобы было как там там сохнет пока ну и нормально у нас есть что поделать вот что ну ладно нам да что да занимаемся 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 осталось немножко осталось половина сделать вот это вот и вот ну завтра посмотрим я думаю мы тут подобирали серьезно и завтра будет видно где там не просохла значит там была ямка или большая яма так 2 октября у нас я сюда поставил пушечку вчера ее здесь не использовал чтобы у нас быстро не сохла чтобы мы могли все сделать по этой стороне эта сторона у нас высохла а вот эта сторона где мы делали вчера вот есть пятна у нас мокрые пускай отвернул пуску специально в сторону чтобы сюда не дуло так пускай будет чуть-чуть теплее потому что сейчас ну реально градусов 12 наверно не знаю сколько холодно здесь в общем футболке холодно уже тусоваться вот видно чего мы вчера добирали здесь пятна остаются мокренькие думаю что сегодня это все как-то подсохнет так и мы будем заниматься сегодня вот этим вот аппендицитиком маленьким осталось нам доделать здесь мы делали все вместе с коридорами при делали прихожую но здесь в эту самую сделали стеночку да вот там стоишь стороны печка у нас здесь тоже как бы нет не доделана вот печка это же здесь не доделана здесь не наклеена сетка так что займемся маленькими неудобными такими участками здесь надо примыкание печки сделать что-то такое очень почти невидимая работа потому что объем маленький но здесь надо много операций желательно их за раз сегодня сделать то есть чуть-чуть подровнять где-то здесь штукатурилась довольно ровно подровнять правилам наклеить сетку потом сразу и несколько раз перешпаклевать и вот здесь на дверью будем тут тусить здесь у нас было прогрунтована раньше поскольку мы грунтовали все вместе вместе со стенами что думали что если будет время вот накинемся сюда и сделаем ладно погрунтована погрунтована будем заниматься сегодня здесь этим не небольшим чем мы не успели доделать вот казалось бы небольшой кусочек тут несколько квадратных метров много 57 не знаю а из-за того что это делается не в массе всей как бы когда идешь постепенно до что несколько процесса сбиваются в кучу и вот ну ладно не успели чего не успели не успели прошпаклевать два раза успели перекрыть сетку как бы ну вроде норм вроде хорошо ну да да ладно теперь будем ждать высыхание полное высыхание видно вот явки какие-то там прикрывали то это ну сеточку завели за угол все как проклеили хорошо ждем полное высыхание и потом уже перегрунтуем подчешем что-то потому что все-таки это прихожая здесь пыль постоянно ходят все и придется потом заделать придется потом перешпаклевать чтобы гладко было классно все вот тут так и не высохла в углу ничего не высохла угол мокрый и там еще мокрая ну значит сегодня пятница вот в понедельник придем и будем заниматься вот этими стенками большими еще у нас понедельник 5 5 ноября мы пошли декабря не знаю какого там чего месяца короче самое по этим стенкам по большим стенам все у нас высохло высохли углы все подвысохло хорошо и сегодня две стеночки два раза перешпаклевать начисто уже и в прихожке то что мы делали здесь то же самое здесь все подвысохла вот ну вот как то так вот было не знаю вот видно будет видно вот такое было и вот такое где-то вот саша здесь не видела на снизу дела но вот такой должна получаться по идее вот так чуть наплывай ничего такого потом мы сразу же еще раз пройдем она не сохнет дошли до конца и с этой стороны еще низом и потом обратно вверх и обратно вниз и получится два раза два прохода и будет благенько скорее всего так ну вот потихоньку потихоньку уже все видно изменяется вот так так шестое 6 декабря стены наши высохли то что мы делали но мы их не успели сюда дойти как обычно что-то вот планы планы вот такие планы громаде я думала быстро сделаем и там быстро сделаем и раньше уйдем нет вот эта часть и там с той стороны к печке примыкание не успели надо будет сейчас перешпаклевать два раза посмотрим что получилось у меня такой фонарик есть какой-то может он то покажет нам что не знаю получилось нормально получилось нормально но вот на плыве вы какие-то вот чуть-чуть там они будут больше работать как-то о вот так вообще классно есть на плыв и есть вот такое что то это все со шкуривается каких-то диких чего-то там я не вижу ну вот так так не делалось под лампой лосева ну в принципе в принципе норм принципе это все сошкурится и будет хорошо. То есть это гладко относительно. Ладно, считаем, это почти закончено. Надо будет пошкурить. Но шкурить мы будем вместе. Сначала потолок. Вот. Потолок, тяги, тяги снизу. И вот это все. Всю стеночку. И углы, конечно же, уголочки. Ладно. Я все-таки как это, сокруша сердце, да, или как вот, не знаю, этот проем, дверной проем, он меня, не я его, он меня. Я крутился, вывертелся вокруг него. Что предполагалось изначально? Может, я говорил, не говорил? Ай, предполагалось изначально. Вот здесь, вот так. Тут 2-2 миллиметра, получается, на штукатурке, под штукатуркой. Тут то же самое, да, с этой стороны. То есть здесь дверная коробка, она как бы на пару миллиметров глубже, чем плоскость старой стены. И предполагалось, отсюда сделать гипсокартон. Ну, сюда поставить профиль вот этот 27, да, который направляющий, и сюда гипсокартончик, звукоизоляцию какую-то там, и вот такое. Это с этой стороны так предполагалось делать изначально. Причем это предполагалось делать еще в момент, когда делали, я только не сегодня заметил, что вот доска, доска залита. То есть здесь стяжка и как бы доска внутри в стяжке. Вот. А с этой стороны предполагалось заштукатурить. Вот здесь вот сантиметр где-то местами, еще что-то там, 2 сантиметра местами. Вот так. И предполагалось с той стороны гипрок, с этой стороны заштукатурить. Чтобы здесь заштукатурить, можно было бы взять маяки, какие-то бэушные маяки, новые маяки, и маяками вот так вот как бы сделать некое подобие драмки, зацепа, накрутить саморезов, чтобы это все держалось. Но единственный момент, который меня смущал в этом всем, это вот эта вот. Вот эта толщина. Здесь ее фактически нет. Вот так. То есть раз. И вот здесь чуть-чуть есть. Пару миллиметров. Тут есть. Чем бы я ни делал, как бы я ни делал, вот это вот место, я же заштукатурю, тут будет какая-то штукатурка. Вот это место, это не то, что потенциальная трещина, это стопроцентная сразу трещина. Никакие сетки, ничего здесь, по периметру этой коробки, ничего здесь не удержит. Вот сильного растрескивания. Не просто от растрескивания волосяного какого-то. Здесь произойдет сильное растрескивание, потому что, ну, очень мало, очень мало материала. Прям вот, прям, вот поверхность. Слоить чуть-чуть шпаклевки, там, 2-3 миллиметра шпаклевки, это ни о чем. И вот крутился я, крутился, и я никак не хотел это делать, потому что это, как бы, ну, столько вложено сил, усилий, времени в эти потолки, в эти стены. А тут, вот, типа, вот, сделать, ну, кое-как. Это реально кое-как. Если бы все делалось кое-как. Думал я, думал. Смотрел я на это все. А здесь остатки есть. Гипрок, а там пару листов осталось, а остатки профилей есть. И есть остатки даже вот этой звукоизоляции, там, 50 миллиметров. Видимо, там, стены делались, где-то гипрочные. Остатки всего есть. И у меня вот эта коробка, вот, ее ширина, как бы, ширина ее, получается 115-120 миллиметров где-то. То есть здесь идеально встает, 50-й профиль, плюс с двух сторон гипсокартон, получается в районе 100 миллиметров. И выигрываем по сантиметру. С каждой стороны приблизительно вот здесь. То есть она будет глубже, если уберем эту коробку. И это выглядит как будто бы практичнее, поскольку я могу тогда вот здесь убрать вот эту штукатурку и сделать здесь какое-то подобие армировки в штукатурке. Армировать сеткой в штукатурке. А потом еще сверху наклеить еще сетку. И растрескивание, если оно будет, оно будет намного меньше, чем если оставить вот так. Это вот такой мой ход мыслей. То есть оно будет намного меньше, чем и более крепче, лучше, чем если оставлять вот так. Да? Да. Я думаю, да. И поэтому разговаривала с собственником. Говорю, ну вот это дичь, дичь. Давайте все-таки так. А он говорит, ну зачем? И я вспомнил, может кому-то пригодится в будущем такое рассуждение. Помню я свое молодость детства. И я не помню, где и как это происходило, но помню вот сидят деды и играют в шахматы на скамейке. Пару досок или три доски там. И там несколько человек сидят, играют как бы партии, а больше там человек 10-15 ходят по кругу и смотрят, как эти играют, стоят в очереди, чтобы тоже сыграть. И подсказывают, постоянно же, естественно, подсказывают там. Не подсказывай, по нем ходи, туда ходи. И тут случается ситуация, а я тоже наблюдал, стоял там, пацанчик, наблюдал за партией. И тут случается ситуация, проигрывает игрок какой-то, либо фигуру, либо позицию, либо полностью партию проигрывает. И он такой, ааа, проиграл. А тот какой-то его друган там, да я тебе говорил же, да я же тебе говорил, туда бы походил, это нормально было бы. Ты говоришь, да что ты говорил? Я же тебе говорил, ты вот так походил бы, было бы все классно. он говорит, ладно, ты говорил, но ты же не настаивал, настаивать надо было, вот, я это вспомнил ситуацию, и даже с Сашей мы иногда так разговариваем, что-то обсуждаем, и я ей рассказывал об этом, и она такая, вот мы что-то какой-то спор ведем, и она говорит, так, я настаиваю, типа, на своем мнении, и я также говорил с собственниками, рассказал им также эту ситуацию, и говорю, я не выбираю за вас, это ваш выбор, ладно, если надо, я сделаю как надо, как бы, как было задумано изначально, но я настаиваю на том, что давайте все-таки здесь гипсокартон с двух сторон сделаем, уберем эту коробку, и он согласился, вот такой аргумент, как бы, возымел такое действие, да, я говорю, я сделаю так и так, как угодно, но настаиваю на таком вот решении, что давайте все-таки уберем эту коробку отсюда, и он потом еще посмотрел, оказывается, у нас же есть место, там коробки нет, там ее не было, когда эту квартиру уже не покупали, здесь не было, у нас есть дверь на черную лестницу, и вот здесь должна быть коробка, мы здесь не подштукатуривали специально, поскольку не понимали, как здесь подойдет, что куда, вот, вот так вот, и померил он, а она встает здесь, она здесь как раз вот в этот проем получается, вот, вот щиток там, вот сюда вот, и она как раз здесь встанет, так что, по идее, я попробую сейчас ее снять, естественно, это будет сопряжено с какими-то трудностями, поскольку болгарка не пролезет, гвозди забиты, бывает там гвозди где-то, я еще не расшивал ничего, я просто реально крутился вокруг этого и стремался, то есть это такое, вот, я не делал такого, мне не приходилось, если бы я хотя бы раз, два, три, пять раз сделал бы подобную работу, вот, я бы, ну, как бы, норм, я бы мог ее, как бы, оценить усилия и какие-то методы, а сейчас я подошел, взял линеечку, померил, посмотрел, у меня некоторые гвозди, они, как бы, точно по центру, и там получается, как бы, по центру вот этой вот ширины, как бы, по центру коробки, получается около 6 сантиметров с каждой стороны, и маленькая болгарка мне не подлезть, и большой болгарка, а у меня нет большой болгарки просто, мне не подлезть, чтобы отрезать эти гвозди, поэтому мне придется как-то их вытаскивать, но они не представляют какой-то сложности мне кажется потому что они на высоте я могу делать а вот сложное вот там внизу сейчас перекручу камеру сложно и вот так внизу вот здесь я уже один вытащил он как-то это не он вот он квадрантенький был вот здесь еще один я посмотрел с этой стороны стяжку это самое с этой стороны он же так вот вбить под углом там же под ним получается вот как устроено и кстати кто может не в курсе как стены они все так устроены одинаково то есть там идет брус под стенкой вот так под стеночка идет брус к нему как бы на манер этого самого на манер как профиль сделане сдох с этой стороны и с той стороны и эти доски просто вертикальные стоят в эту ввыки в этом профиле из досок собственно вот а вот а вот вот она как устроено. Вот здесь видно хорошо. То есть вот здесь как-то вот прибиты эти доски. И вот это вот стоит как бы. Вертикальные доски стоят и не шатаются из-за этого. И там гвоздями как-то все скреплено туда-сюда. Ну и сверху там какие-то гвозди еще есть, которые держат вертикально эти доски. Горизонтальные тоже там чуть на гвоздиках. Так что вот эта трудность будет достать их. Но я как-то попробовал. У меня есть какие-то фомочки. Может быть я скорее всего буду чуть-чуть повреждать эту коробку. Ну ладно, отреставрируется она как-то. Сделаю этим самым стамесочкой, чтобы можно было подлезть фомками какими-то вот этими. И что-то там вытаскивать эти гвозди. Надеюсь, этот сидел там плохо довольно-таки. Надеюсь за время они там коррозии, они немножко там будут легче вытаскивать, чем если бы были новые гвозди. И да, был момент опасения у собственника насчет вот это вот место, что это связано, что коробка связана с досками вот здесь. То есть что вот эта конструкция как бы вот отсюда и вот досюда, что эта конструкция вся как бы лежит на этой коробке. Нет, это не так. Я посмотрел, прошуршал везде линейка, никак они не связаны. Там пару гвоздей просто есть, которые вот вверх. То есть какого-то давления верхняя часть она не оказывает на коробку. Ее теоретически можно попытаться оттуда и изъять. Вытащив, конечно, всякие гвозди оттуда. Вот этим я и займусь. Ну, короче, решение принято. Попробую тогда выкручу эти доски, которые изначально были здесь еще до момента, опять же, до момента заливки пола. Выкручу их и потихоньку буду вытаскивать гвозди. Убрал доски. Теперь вот это вот анфилада, как она, собственно, была раньше задумана. Да, но ее не будет. Тут надо построить другую стеночку. Да, одна досочка была прямо внутри, там на всю глубину фактически. Вон там армировка есть и так далее. Видно арматуру. Видно этот самый. Дритрий Хромов делал всю эту стяжку. Вот. И поэтому надо будет, значит, перед тем, как профиль поставить, надо будет набить туда этой смеси. Там еще есть мешки, остатки какие-то. Несколько мешков было. Это, вон, по-моему, это ЦПСК. Вот это вот она, наверное, валяется тут. И перед тем, как поставить профиль, закрыть вот это место надо будет. Посмотрим. Ладно. Следующая задача. Надо вытаскивать гвозди. Как раз таки вот заходил собственник. Я говорю, ну, не долезет. У меня болгарки не хватит, чтобы разрезать, отрезать гвоздь. А высверливать здесь не получится, поскольку ее надо как бы выдвинуть, как бы сдвинуть. Но здесь соединение, там ласточкин хвост по-любому сверху. И как бы ее не сдвинуть никуда. То есть высверлить ничего не даст. Надо либо резать, либо вытаскивать. Ну, и сказал, что, ну, да, придется этой самой стамеской, придется стамеской чуть-чуть подковыривать там, где гвоздь, и какими-то вот этими вот приколюхами всякими маленькими, большими вытаскивать гвоздики. А что делать? Вытащить все. И вот можно будет ее освободить. Кстати, она здесь меньше. Да, она здесь намного меньше. Вот здесь. То есть уровень здесь пола был другой. Тут она 2 сантиметра где-то. Вот так она где-то 2 сантиметра под... Как бы глубина стяжки, которая в уровне, в горизонте. А здесь больше. Здесь она прям... У-у-у... Она вот аж куда ушла. Далеко. Возможно, тут придется подрезать или как-то ее... Гвоздь вот здесь. Вот он, гвоздь там. Ну, я не знаю, не знаю. Попробую, как-то попробую вытащить это все и потом ее раскачать аккуратно. Стяжка все-таки она такая. Ее можно чуть-чуть как бы расковырять. Она не супер бетон. Ее можно ковырять потихоньку. И дать им это самое. Дать возможность ей выйти оттуда. Так. Ну, начал. Че? Ну, надо расковыривать. Вот до такого какого-то состояния я стамеской что-то типа расковыриваю. Потом это подреставрируется, все эти выбоины, конечно. Чтобы можно было гвоздь подцепить. Они там довольно так плотно сидят. И он там хорошо сидит прям. И один я сломал. А вот это будет геморрой. Сломал этим клещами. Пытался клещами поддавить его туда-сюда. Их сломал. Шляпку отломил. О, да. Я знал, что это будет кое-что. Эти штуки. А там они вообще тут намного ниже же. И там они вообще где-то в стяжке эти гвозди. А надо достать целиком. Чтоб высота сохранилась этих брусьев как бы. Ну, ладно. Ну, попробуем дальше. Посмотрим. Че, говоришь? Ребята у вас в Вегас едут? Да? Катает штучки. Перекатывается. Отреснуло ведро. Помыл и говорит ведро этот самый отстойник. Чуть подошла. Говорит, о, пятно. Трещина пошла. Непонятно. Может быть прикрыта была каким-то раствором. Но все равно надо сюда перетаскиваться. В эту комнату. То есть здесь ближе замесы будет делать. Что готовить же надо здесь. Так что пока сюда переедем. Там просохнет. Ну, какой-то, да, получилось. Ну-ка. Не, сильно. Чуть-чуть потекло. Что у тебя? На дне камни будут. Будут камни на дне. Я потом понесу. Вот мне не пройти, видишь? Вот ты такое наделал, что мне не пройти тут. Извините. А оказалось, что зря я это самое сомневался. Я держал его, потому что у меня больше нету таких пилочек. Последнее осталось. Мы имеем штукатурку езжали и так далее. И прорезала она гвоздь. Практика. Вот это обычная практика. У меня был вот здесь гвоздь. Я достал им все-таки. И вот я прорезал. Как бы. Вот. Я прорезал этот гвоздь. И теперь эта коробка ходит вся. Только нельзя сжатой. Получается. И вот. Сверхом она, естественно, никак не связана. Там был маленький гвоздик. Я тоже его отрезал. И вот. И остался самый большой геморрой. Это вот здесь. Я не могу пробиться, добиться никак. То есть надо будет сейчас. Саша чуть. Это самое. Свободнее будет там. Занимается, шпаклюет все. И вдвоем попытаться ее как-то подвыломать оттуда что ли. Там два гвоздя. И как-то долбиться в эту стяжку. Либо еще поддолбить чуть-чуть. Чтобы можно было как-то изъять эту коробку отсюда наконец-то. Ну вот. Эта часть уже ходит хорошо. Да. Как предполагалось, сверху она связана не была. Там что-то какой-то тоненький гвоздик был. Причем как-то. Только как шпилька. Он был вверх и вниз вбит. Там непонятно. Ладно. Ладно. Оставалось одно место только внизу. И можно будет ее отсюда. Надеюсь, убрать уже. Наконец-то. Коробочку эту. А вот не надо, говорю? Надо. Почему не надо? Шпаклюет, Саша. Примыкание делайте. Шпаклюет еще раз здесь. Хотя здесь делала она большим шпакелем. Здесь довольно кривая стена. Ну и надо сделать примыкание к печке. И вот. Шпаклевана тут. И может еще успеет даже с этой стороны что-то еще шпаклевать. Пару раз пробежаться. Как если позволит ей эту самую шпаклевку делать с собой. Да. И это будет тоже готово. Когда-нибудь, надеюсь. Все, это был геморрой просто. А вот самый такой явный, жирный, плотный был геморрой. Вот этот вот гвоздь, который сидел. О, там. Я надеюсь, что он здесь, как бы, крайне последний. Поскольку один я отсюда вытащил. И чуть раздолбил стяжку. Пришлось еще больше раздолбить. Иначе у меня просто никак физически не проходила вот эта штука. И все инструменты, которые у меня есть. Тут вот такой дикий угол. Молоток тоже вот. Как бы воздадел. Такой угол. Короче, дичь. О, тут было много слов. Прозвучало разных интересных. Многоэтажных и сложных конструкций. Было матерных здесь сказано. Когда вот я пытался его как-то поддеть под это самое. Но вроде бы поддел. Сейчас Саша там доделывает свои шпаклевки. Ведерко то, что она вела. Мы попробуем ее вытащить. Поскольку тут вот так все. Вот так все ходит. Все классно. Там я в одной стороне. Где-то я просто вкрутил саморез. А вот здесь. Чисто для контроля. Чтоб не упало само. Там и конструкция здесь. Я все-таки. Почему вот это вот. Там 4. Больше 4 сантиметров скорее всего в стяжке. Здесь 2 где-то. А там больше. Оно и видно как оно перекосившее. Вот я держу как бы прямо правильно. И они еще наращивали. Вот этот вот брусок. Как бы это не четверть. Это где-то 50 брусок с этой стороны. И с этой стороны. Вот тоже видно. Это наращенная коробка. То есть они как бы до двери ее опустили. Но то место, куда нам надо ее поставить. Там чем выше она будет, тем лучше. Поскольку стяжка же она не повторяет уровень прошлый уровень пола. Она чуть по-другому. Поэтому я вот стараюсь каждый там миллиметр. Как бы сохранить этой коробки по возможности. Чтобы не наращивать потом. Так будет лучше, крепче скорее всего. А то, что чуть стяжечку поддолбил. Ну это такое. Все равно здесь надо подлить. Все равно здесь надо подливать вот это вот место. Что-то даже не подливать, а полусухой смесью заделать. Можете сегодня не успею это сделать. Только вытащить эту штуку. Чтобы оно как бы... Чтобы основание было какое-то крепкое там. Ну и чтобы мне не оставалось там этой дырки гадкой. Да. Ну и надо будет дотащить вот этот гвоздь там. Он пойдет. Я уже вылез им на поверхность. И надеюсь, что там больше нет. Потому что будет сложный. Если еще какой-то есть. И его не срезать, потому что он под 45 туда прям. Он туда через конец, через ногу как бы коробки и туда в брус внутрь. Вот. Его не срежешь никак. А тоже рвать ее, калашматить можно было бы вырвать. Но только тогда вот очень много стяжки придется сдалбривать, чтобы вытащить. Ну вот как-то так. Но пока такое решение. Вот пока так делаю. Да, достали мы с Сашей эту самую коробку. Да, там было всего два гвоздя. Супер, классно. Не три. Там было три. Или даже четыре. Не помню. Но здесь было точно два. И классно. Не пришлось больше мучиться тут страдать. Ладно, но страдать мы всегда повод найдем. Теперь дальше пока здесь грязно все такое. Есть смысл отрезать штукатурку. Ну вот сантиметров 15 от этого края от стыка. Я думаю, вот столько где-то. Взять провильцы и отрезать. И перекрутить везде саморезы. Это самое прижать. Почему? Зачем? Затем, чтобы проармировать потом. Чтобы сюда могла лечь сетка. Вот сюда вот. Если так не сделать, то тогда все это было бессмысленно. Надо, чтобы вот эта толщина штукатурки, чтобы у нее утопить сетку. А потом еще будет сетка сверху, которая шпаклевочная. На шпаклевке. И как-то вот так. Так что вот здесь по штробе можно сделать. Здесь вот так как-то. Ну надо удалять. Вот здесь тоже самое. Аккуратно, аккуратно надо срезать. Здесь тоже отойти чутка. Вот так. Ну вот трещина сама показывает. Вверх. Там есть такая трещина продольная. Как бы повторить ее. Либо полностью выбросить. Не знаю, пока я еще не смотрел даже. И вот этот остаток когда не имеет смысла никакого. Если от него половинку отрезать, то вот половинка останется маленькая. Нет, надо вот этот блок тоже весь удалить. Аккуратно. Постепенно. Не знаю, может сегодня-завтра. Наверное, сегодня надо это сделать. И оно уже будет грязная работа, какие-то завершенные. Но опять же, там дранку надо чистить. Не знаю, не знаю. Но вот это вот такое действие. Надо его когда-то произвести. Чтобы можно было дальше что-то делать с этим проемом. Там, собственно, не хотел, чтобы еще какую-то типа консольную досочку. Такую, которая бы поддерживала доски, которые вверху. А чтобы ее сделать, там мешает штукатурка. Потому что штукатурка чуть-чуть нависает относительно вот этой доски, которая вот там проходит. То есть надо ее сначала удалить. Получается так. Но я еще хочу доукрепить эти проемы. Эти не проемы, а вот этот проем, собственно, вот эти вот доски. Да укрепить еще кусками маяков. Вот так и вот так как-то. Скрепить их, чтобы это было более прочно, наверное. Вот так как-то. Что? Ничто? Понятно все. Ну вот такое. Какое-то такое все. Не понятное. Не самое понятное. Разделю я чуть приоритеты. Буду разделять приоритеты. Поскольку мне приоритетно все-таки этим самым заделать раствором вот эту вот дырень. И мне надо, по идее, мне надо удалить только то, что мне мешает. Вот как здесь. То есть вот. Вот как здесь. Мне будет мешать. Вот точно будет мешать вот эта штукатурка. Мне надо будет ее здесь отрезать. То, что будет мешать именно работать с гипсокартоном. Поскольку я вот начал. Я что-то так пропустил же мимо внимания. Что я начал. Удалил здесь вот этот участок. Он здесь тоже выступал. Эту рамку же надо прочищать. То есть это я оставлю на потом. Все эти действия. Вот здесь вверх вроде держался. Я уже подрезал трещину. А он вообще вот настолько получается ниже, чем мне надо. То есть мне все равно надо удалять здесь какую-то часть штукатурки. Получается. Мне надо все-таки первостепенно удалить то, что мне будет мешать работать именно с гипсокартоном. Плотно подходить сюда. Относительно плотно. Вот такой ход мысли пока. То есть я удалю все, что будет мешать. Уберу вот это вот все. Развалены все эти. Ой. Вот это вот такое. Вот это вот такое. Подуберу под пылесос. Вот это все. И потом можно будет. Потому что осталось чуть больше часа мне до вечера. И надо будет вот это как-то сделать. Чтобы завтра можно было уже ходить там что-то делать. Такое. Ладно. Пока так сделаю. Вот это самое. Заделал полусухой стяжкой здесь. Тут электрик тусуется мне заделал. Тут приезжал эти самые. О, выключил свет там. Приезжал мне туда к этой. К арматуре проводочки. Тут все как бы вроде норм сделали. Как-то здесь оставил место на поиграть. Что-то сдвинуть не стал. Вот здесь их закидывать. Перед тем, как вырежу окно в профиле. Когда продеру все. Пойму что как. Потом подкину еще этого самого. Цементной смеси вот этой ЦПС. Ну и вот уже лучше будет, чем если бы так не делать. Наверное так. В седьмое у нас декабря. Саша тут продолжает что делать? Курить что? Продолжает примазываться к печке. Вот она там. С пакетика. Поддула. И вот как бы. Потом почистить печку. Потому что у нас договоренность с теми, кто тут с печами что-то занимается. Что мы делаем плоскость. А если у них израста не хватает. Вот как здесь. Вон там. Щелочка остается. То они затиркой ее делают. Мы это, а не то. Ну понятное дело. Хорошо. Так. А я буду заниматься этим. Вот этой штукой. Дверкой. Поставил этот самый. Выбил себе горизонт. Горизонт. И собственник попросил меня что-то самое. Хочется поставить доску какую-то. Чтобы подусилить вот это все. Уголки там я прикупил. И сейчас делаю эту конструкцию. Подусилю. Как-то выровняю. Наверное. И этими какими-то клиниями. Еще все это. Короче подукреплю вот это вот все как-то. Ну и потом можно будет строить сам каркасик. Вот это сделал. Подложил там клинышки. Думаю клинышки сойдут. Но получается. Вот снизу смотришь. Вроде да ладно сойдет. А ну-ка. А вот так если смотришь. Это все пустое пространство. Еще пеной его забивать. Короче нет. Не хочу. Это неправильно будет. Тут вот сколько. На три пальца. Вообще вот так вот. Может не надо было ровнять как-то. Но потом с гипроком возиться. Подрезать его. Не знаю. Короче я выпил. Просто чуть меньше. На три миллиметра. Вот до сюда наверное возьму. Такой клин длинный. Попробую выпилить. Чтобы ему можно было сюда вставить. Как-то хоть с какой-то стороны. Вот. И сюда подпихну. Ну останется чуть пустого пространства. Ну ладно. Зато в массе. Притом там доска уже не ровно идет. Вот там. Вот так. Такая она. Не очень. А здесь ровно. Ну как-то вот. Что-то сейчас попытаюсь выпилить такое. Чтобы прям забить основную массу этого пространства. Чтобы это все было плотно и прочно. Так. Чего? Сделал я там. Все как бы. И получилось у меня вырезать с помощью этой ручной циркулярочки. Ну конечно я не мог прям точно сделать. Чуть зазорчиком там. Потому что подвинуть. Чтобы именно расклинить. Все по-правильному вроде сделал. Отсюда все скрепил. Сверху там какие-то мелкие подкладочки были. Их сверху там чуть-чуть подкрепил. Как бы. Ну вроде все крепко. Вот. Приготовил профилей. Наготовил. Ну можно делать собственно каркасик. Наконец-то. И что? Сколько надо было лет прожить. Чтобы догадаться. Что драмку можно обрезать как секатором. Ножницами к металлу. У меня есть двое ножниц. Оба два ножниц. Короче. Одни вот такие дохлые. Убитые. Это просто резать что-то вообще. Любое. И одни есть для шаблонов. Там они чистенькие. Классные. Более-менее новые. И вот. Как бы я драмочку зачем обрезаю чуть-чуть. Затем что здесь будет гипрок. Где-то здесь в этой области. Это будет мешать ему. Чуть-чуть-чуть-чуть ее. Просто вон так убрать лишнее. Чтобы не мешало гипсокартону. И вот. Будет как бы ровненько уже чистенько здесь. Так. А вот есть каркасик. Думаю быстрее делать. Я какой-то сверхмедленный. Я там то это. Тут все-таки получилось мне поставить. Хорошо было бы, чтобы стояло по уровню. И здесь и стоит по уровню. И все нормально проходит. Там штукатурки слой будут нормальный. Удалось поставить их все по уровню. То есть вот эти вот. Я использовал сюда не стоечные. Потому что наоборот стоечные. А не направляющие. Потому что не хотел вскрывать пачку новых. Мне хватило остатка какой-то направляйки сюда. Сюда. Вот. Использовал еще эту самую ленту. Диктунсбанд. Была здесь сотка. Два спаривали. Спаривали с Сашей. Два. Положили их. И соткой проклеили. Потом вдоль разрезали. Ну этой лентой черной. Ну. Вроде так. Почему лента. Почему не жестко. Я посоветовался с товарищем. Эти самым. Маляр там. Высокопрофессиональный. Но это не его работа. Естественно. Он сказал. Я бы вот завел гипрок сюда на стену. Это было бы конечно очень хорошо. Чтобы разнести трещину. Ну и поставил бы ленту тоже. Я вот советом насчет ленты воспользовался. Что. Ну как бы. Лучше пускай она будет. Потому что гипрок он же живой. Чуть-чуть играет. А вот. Вот гипрок мне сюда вытащить не получится. Здесь слишком тонко. Не знаю. Не получилось бы. И 50-м не получится. Или три слоя лепить. Что-то такое. Или использовать какой-то реставрационный 6-миллиметровый гипрок. Или потолочный 9-миллиметровый. Ну это уже. Это уже. Это уже перебор. Так уже хорошо. Как по моему мнению. Вот. Ну. Как бы готов. Я еще хочу отпустить потом. Эти самые. Я здесь не связывал. Здесь просто зафиксировал. В этой области. Чтобы можно было крутить листы. А потом развяжу. Делал короче стойки. Сделал короче. И здесь тоже вот. Коротко. Вот. То есть чтобы вся стена могла как бы движевать здесь. А направляющие. Просто как направляющие. Вот. Ну как-то так. Ладно. Надо будет закрутить все. Когда-нибудь. А так-то уже хорошо. 8-е декабря. И Саша начал шкуривать там. Большую комнату нашу. Карнизы. И она еще подшкурила там где вчера шпаклевала. Так. А я начал гипрочек делать. Первый слой. Тут какой-то. Что-то ходили по нему там. То это. Я его протер как-то. Ну. Не знаю. Это все равно внутри будет нормально. И я начал сверху делать. Чтобы потом снизу отпустить эти самые. Отпустить саморезики вот эти. Чтобы это могло ходить все. То есть сейчас. Перед тем как лист поставить. Я их уберу просто оттуда. И это будет иметь какое-то движение. Ну и на подкладках тоже. Панелька. Шестерка. Чтобы как раз вот я примерил все сначала. А потом в обратном порядке как бы складывал. Чтобы остался зазор какой-то до пола. Ну вот так как-то. Потихонечку. А еще момент такой. Что листы. Вот лист вот так у меня. С целью экономии. Там было всего два листа. Еще надо будет с той стороны докупить пару листов. А обрезки там. Из них кроить. Это будет очень долго по времени. Если каждый обрезочек. Это будут просто дни улетать сюда. Момент такой. Что тут два кусочка. И я хочу. Зачем сделал так. Чтобы потом. Когда второй слой будет. Чтобы эти кусочки оказались внизу. Как бы. Небольшие. Чтобы они были внизу. И если там что-то произойдет на них. Какое-то растрескание. То оно будет внизу. Будут какие-то тумбочки. И так далее. Мне кажется так будет лучше. Когда плотный лист. Прям вот здесь будут. Они какие-то там стыки. И так далее. Лучше пускай стыки. Внешние остаются внизу. По моему мнению. То есть с этой стороны первый слой. Большой-большой. Два маленьких. И наоборот. Будет большой-большой. Два маленьких. Сюда вниз. Мигает. Мигает. Не очень-то мигает. Саша вчера угол пошкурила. Сегодня уже 9 число. У нас 9 чего? Декабря. Саша пошкурила вчера угол. А я не очень-то быстрый гипрочник. Я сделал таки. То, что хотел сделать с этой стороны. Но думал пойти. Это нет. Потому что выключен. Чтобы подвести. Чтобы вывести. Вот я сегодня ждем. Электрик подойдет. И выведет сюда. Как бы проводочки. С этой стороны сделал. Все в два слоя. Как и хотел сделать. В общем все получилось. Думал начать с драмки. Но нет. Сегодня должен приехать материал. Петрович. Там будет два листа еще гипрока. Из кусков я смотрел. Из кусков. Ну как бы это будет проще. И экономнее будет делать из цельного гипрока. Вот. Я занялся разметкой. Размечаю. Чтобы у меня были все размеры по этой стороне. Но они повторяют размеры по той стороне. И приготовлю. У меня там есть еще утеплитель. Утеплитель. Это самый желтая звукоизоляция. Нарежу куски. Все приготовлю. Приедет Петрович. У меня будут размеры. Сразу нарежу. И можно будет тут что-то делать. С этой стороны. Чтобы там проводочки торчат. Там везде внизу. И выведет сюда их. Этот самый электрик. И можно будет. Ну я им для удобства оставил открыт. Попозже к вечеру придет. И можно будет что-то зашить наверное. Вот такой пока план действий. Разметить. Сейчас все расписать себе. Чтобы просто вот приехал Гипрок. Режь его. И сразу приготовить. Хотя бы где-то вот. Наприготовить его. И сложить. Сложить в обратном порядке. Чтобы потом только крутить. А еще момент. Можно сейчас. Сейчас я займусь. У меня же кусочки есть. Небольшие. И я их тоже вырежу сразу же. И даже первый наверное прикручу. Чтобы ускорить работу. Потом только бери да и лепи как эти. Пряники тульские да. Быстро шлеп шлеп шлеп. Как все будет приготовлено. У нас здесь опять снова свет появился. Появился электрик. Он знает где что вывезти. Вывел нам проводочки сюда в эту сторону. И мы тут вдвоем с Сашей прям крутим. Вертим. Крутим. Или вертим. Вот так крутим. Сейчас Саша тоже крутит со мной вместе. Гадкая штучка. Фух. Колется. И потихоньку сейчас два слоя закинем. Все в той же последовательности. Как с той стороны. Сначала большой-большой два куска. И наоборот. Большой-большой два куска. Да? Да. И может быть давайте сегодня успеем прогрунтовать швы. 10 декабря. Саша вчера оторвал от этого угла. Очень важного уголочка. Половину этой самой квартиры. Говорю. Половину потолка она почти пошкурила. Вот. Сегодня я ей помогу в этом. Я вчера мы докрутили. Я прогрунтовал эти самые. Как они там. Ну. Стыки. 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 Подчистил. Порезал. Прогрунтовал. Обычным дефингрунтом. Без разбавления. И это высохнет. Технологичным должен сохнуть 3 часа. Ну как раз вот высохнет. И можно будет в промежутке, когда он будет подсыхать где-то. Можно будет прокрасить саморезы. Потому что это основание. Это же не финишная поверхность. Это основание под штукатурку. Там будет сколько-то там сантиметров штукатурки. И это будет дольше сохнуть, чем если там была бы полимерная шпаклевка. Поэтому мы прокрасим саморезы еще этим самым. По металлогрунтам. Зеленым у нас такой веселый есть. В цвет гипсокартона. Вот. И можно будет тогда заделать лентой эти самые стыки. И тогда это будет уже подготовлено под дальнейшую работу, походу. Ну и останется тут прочищать дранку, грунтовать все. Подготавливаться под штукатурочку. Ты как будто зеленкой мажешь этот. Не болей гипсокартончик. Не болей гипсокартончик. Да. Можно будет чуть позже уже заделать. Натыкали его саморезами. Надо чтобы зажевал. Ну да. Понатыкали саморезами. Теперь чтобы зажевал. А что мы шкурим? Шкурим, шкурим. Ну не быстро. Оно и не должно быть быстро. Сейчас я выключу. Поднимемся. Посмотрим. Потому что снизу когда смотришь. Кажется что как бы. Да оно и нормально. Это невидимая работа на самом деле. Снизу. Не знаю будет ли в таком свете что-то видно. Но попробуем. Сберемся. Туда. Вот с этим фонарем точно будет что-то видно. Я думаю может оно и так видно. Где пошкурен. А ну-ка посмотрим так. Ну вот как бы. Пошкурен. Низ пошкурен. Цветы. Цветочки. Лепесточки. Я здесь не дошкурил еще. Мне надо еще делать. Вон видно. Какой верх дикий. Здесь не делано. Верх не сделан. Вот здесь примыкание к крепнине не сделано. Может так будет лучше. Нет. Так будет еще хуже. Вот так можем посмотреть как-то. А вот Саша там уже сделал. Вот так. Вот так. И туда примыкание на потолок тоже. Отшкурено. И здесь. Не шкурено. А ну-ка как-то вот так поставим. Вот так поставим. Может так будет лучше видно. Видно сколько вот примыкания. Несколько раз вспоклевалось по-моему. К потолку. А видно. Видны квадратики от сеточки. Но мы здесь еще будем шпаклевать. Так что вот как-то так. Угол перемазанный. Дико. Дикий угол. Все пошкурится и будет гладко. Будет хорошо все. Да. Ну вот так все и будет. Как вот здесь. Собственно снизу это незаметно абсолютно. Все что мы делаем. Ну а вблизи понятное дело. Краска все проявит. Такое оставлять. Естественно нельзя вот такую дичь. Да? Да. Ты что зацепила? А это лента в исполнении Романа. Кого? Чего кого вообще? Какая лента? Клеим ленточку. Есть шов. Почему бы не приклеить в шов ленту? Стал в худших лентах. А на что клеим? Клеим на фуген. У нас здесь был фуген. Но не пришлось ничего покупать. Видимо те кто изначально делали. Они как бы это самое. Закупили себе. Ну вот такой же с комками. По идее если делать много. Я его камер разбивал. Если делать много. То по идее надо бы. Не знаю. Нам надо по идее его сеять. Чего это делать? Сеять. Просеять. Как с землепашкой просеять. Ну и клеится что-то у нас. Потихоньку. Вуаля. И вот. Где еще? Ну вот. И вот. И когда уже сегодня суббота. Понедельник. Еще накроем ее. Тем же фугеном. И наверное это будет правильно сделать. Скорее всего. Но это не точно. Точно. А по потолку еще. Мы дошли до угла получается. Нам осталось еще немного. И угол и все. Ну так. Не быстро конечно. Не быстро. Три дня. И я сегодня целый день фактически. Четыре дня. Ну дней пять. Да. Займет этот потолок. Еще нет. Пошкурить. Ну и потом. Надо будет грунтовать. Что-то шпаклевать. Убрать отсюда. Развал. Этот стол. Чтобы можно было подобраться к розетке. Сюда. Чтобы можно было ее подшкурить. Видно вокруг нее ореол. Такой. Это все. Как бы. При шпаклевка. Ее к потолку. Потолок же у нас старый. Не новый. А розетка новая. Она идеально ровная. Прям. Идеально. Идеально. Вот. И поэтому. Надо все здесь обделать. Пошлифовать. И уже дальше что-то. Двигаться в какую-то сторону. Ну. Невидимая работа. Совершенно. Снизу. С моей даже точки. Ну. Я вижу. Камера может не увидит. Но я вижу. Какие-то висят сопельки. Капли чуть-чуть. А тут их как бы и нет. А так-то. Да. Невидимых работ. Получается у нас. Так. Двенадцатое сегодня число. Решили мы начать. Заканчивать. У нас осталось. Вот. Буквально. Три метра. Наверное. Карниза. Чуть-чуть в углу. И тогда этот карниз. Полностью. И фриз. Потолочный. Это будет готово. Ошкурено. Ну. И можно будет заниматься в этой комнатке еще. Потом доклеить. Ой. Не доклеить. Даже шпаклевать эту ленту. И приготовить. Убрать лишнюю чуть штукатурку. Чтобы можно было армировать. Приготовить. И может быть. Да. Я думаю. Успеем. Потому что грунтовать это быстро довольно. И прогрунтовать все. ГГП. Грунтом глубокого проникновения. Вот что. Тут есть что поделать еще. Чуть-чуть. Приготовиться. Прям полностью. Чтобы можно было в скором времени штукатурить. Вот. Здесь подработать. Подчистить дранку. Вот это очень медленное занятие. Такое. На потолке быстрее происходит. На потолке она сама выпадает. А тут она стремится обратно. За дранку залезть. Вот здесь надо будет подшкурить. Тоже приготовить. Эти самые маячки штукатурные. Прокрасить. То что не прокрашено было. Специально оставлено. Пройтись еще правилом. Посмотреть. Может что надо в углу где-то подрубить. Все полностью приготовить. И прокрасить вот эту вот сетку гадкую. Которая арматурная. Чтобы полностью тоже приготовить под штукатурку. Вот этот блок. Ввиду того, что эти баночки. Которые стоят 150 рублей. Сейчас стоят 550. И уже можно будет не найти их. Когда нам придет время красить. Решили мы почистить свои старые. Штаканы эти для краски. И Саша вот здесь. А ну-ка. Она тут тряпочками, тряпицами оборачивала их. И в пакетик. Пару пакетиков внутрь. И залила это самым чем? Ватспиритом. Ватспиритом. И в принципе очищаются. Ну надо будет еще раз залить наверное. За раз не получится. Но можно будет очистить. Прям они были уже такие заскорузлые. Эти банки. Ужасные. Грязные. Вот. Но я думал, что он сам почистит. Но нет. Сам он не чистит. Он размягчил краску. Но вот надо руками. Но зато будет опять чистенький. И нам наверное хватит. Чтобы красить здесь. Рьюс. Такой получается. Некий. А. Каменьщи. Крица. Каменьщи. Сесса. Или как там правильно будет. Я не знаю ваших феминифов. Какой феминифов будет к этому всему. Там надо здесь кирпич. И там оказалось есть пространство какое-то. Я бы не поднимался и не смотрел. Там доска видно. И надо это самое. Заложить его кирпичом. На кирпичный кирпич. Чего занимается. Следующий день у нас. На следующий день что мы сделали. А я думал. Что мы эту работу. Включая грунтование. Грунгерфар. ВП. Мы сделаем еще вчера. Но мы даже сегодня не дойдем до грунтования. Вот так. Я сделал насечку. Здесь приготовил. Вот эти вот маяки. Все приготовил. Проверил. Все правило. Везде проходит. Все классно. Ободрали чуть-чуть штукатурку здесь. Убрали лишнюю. Чтобы можно было здесь армировать. Теперь пропенил. Прошел с этой стороны. Так. Что еще? Да. Вот крутились. Да. Крутились туда-сюда. Здесь убрали. Тоже кусок был. Бугор огромный. Все-таки решили вот содрать здесь штукатурки. Подмести туда-сюда. Здесь тоже обрезали штукатурку. Также сделали такое. Чтобы можно было провести проем этот. Как бы обойти сеточкой. И вот день блинся к вечеру. Вот так. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Как рассчитывать? Как должен я рассчитывать подобные работы? И мне непонятно. У меня сейчас вот как-то. Это понятная работа. И она понятная. Но все равно. 30. 150 процентов. Плюс. Времени. 30. 150. Вот такая. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так получается. От 30. От планируемого до 150. Ну. Никто не обещал, что будет легко. Но все равно. Как-то это не очень. А я реально думал, что мы вчера быстренько 2 часа дошкурим. То чуть-чуть все как будто бы здесь норм. Раз-раз-раз. Все грунтуем. И может быть даже к вечеру 3 часа пройдет. Тифенгрунт кнауф. Да. Высохнет. И мы сможем еще ВП покрыть вот эту вот дранку. И как бы старую торцы, старые обломы, старые штукатурки. А мы и сегодня не погрунтуем даже. А вот. А вот так. 14. 14 число сегодня. Наконец-то мы приступили предварительно еще. Там то, там это. Там чуть-чуть туда-сюда. Там вот Саша прошлась. Вывалила таки сверху кусок. Там вот так загибалось ухо. Прошлась, закрыла печку. В общем, и грунтуем. Грунт. Первый обычный грунт глубокого проникновения. Вот так. Мокренько становится у нас тут. Чуть-чуть. Пока коридорчик этот я не хочу трогать. Я там дощечку какую-то присобачиваю. Собственнику не показывал. Он подойдет. Покажу надо, не надо. Потому что я занизил проем. Получается очень сильно. Но я-то подукрепил туда. Вы можете еще там уголков. Что-то такое. Пока оставлю. Вот тут дичь. Тут если вот так посмотреть. Это кирпичная же часть возле печки. А дерево по-другому. И тут если идти ровно. Как бы делать. Как она идет. Эта плоскость. Она выходит вообще там. В падугу прям даже. Минуя нижнюю часть карниза. Не знаю. Будет какой-то завал там дикий. Так-то все подготовлено. Обеспылено. Пылесошено. Но сейчас все прогрунтуем. А потом это высохнет. И к вечеру мы успеем еще раз пройтись. Дизионным грунтом. Я думаю так. Вот эти вот такие места. Драночку и так далее. Ну гипроб не нужно зачем. Он прилипнет к нему прекрасно и так все. Так. А что. Все круто напеределывай. Да? Да. Саша говорит. Она прошлась. Да. Волосяные трещины. Везде. Много где по периметру. Я говорю. Прям везде. Прям везде. Везде. Она говорит. Нет. Не везде. Но много где. Ну да. Все связали. Все плотно. А слабое место. То что не связано. Собственно. Фризы. И не по этому самому. И если есть что-то где-то трещит. То возле фриза. Вот она много где замечала. Что между фризом и карнизом. Собственно. Ну ладно. Что. Пройдется еще раз. Подразно шьет. Замажет. Вот тут я видел большую. Такую. Прям она видимая была. Тут какое-то видимое ослабление. Слабое место. И в этой комнате тоже. Ну Саша пойдет по кругу потихоньку. Будет подмазывать еще раз. Надо обойти. Что делать. Вот здесь тоже очень слабое что-то. Я думаю даже отсюда камера увидит эту трещину. Сейчас подниму ее. Вот так. Вот она проходит между этим самым. Вот конец карниза получается. И начало угла. Там где начало угла. Вот. И она идет вдоль метра на два наверное. Она такая широкая. То есть она ее прям растащила. Неизвестно почему. Связали. Ну как неизвестно. Известно. Связали. Все связали. Связали угол. Связали карниз. Связали потолок. Все стало плотным. Но где-то что-то происходит. Ходят люди. Что-то вибрирует. Машинки ездят. И поэтому находится какой-то момент выхода каких-то внутренних напряжений. Что делать. Надо сейчас значит еще раз оперативненько пройтись. Посмотреть. Подмазать. И много где. По левой стороне у нас на этих самых. На откосиках. Вот здесь. По одной. По одной трещинке на откосе. И на этом по-моему даже две прошло. Почему-то. Тоже видимо из-за того, что такую полноценную связку сделали. Не ясно. Я пока подготавливаюсь к тому, чтобы агезионным грунтом делать. Тут потихонечку сохнет все. Внимание уделил вот здесь и гипсокартон. Чтобы туда вот профиль не попала штукатурка. Мне кажется сама нам не нужна. Поэтому я везде пропенил. Здесь пропенил. Там. Там. Везде обхожу. Смотрю может чего надо еще сделать. Здесь чуть-чуть какие-то приготовления сделал. Запенил. Смотрю чего надо. Большая площадь. Все как ни крути. Тут больше 50 квадратов. В этих двух комнатах нам под работу. И все вот в таком состоянии. Каком-то разбитом. Раздолбанном. Поэтому надо что-то делать потихоньку с этим всем. И хотелось бы подойти к штукатурке. Чтобы просто штукатурить не думать ни о чем больше. Ну ладно. Значит надо еще приготавливаться. Да. Приготовления очень длительные такие. Занимает много времени. Потому что есть куда приложить руку свою. Взял руку куда-нибудь и приложил. И что-то получилось там в итоге. Мажем ингнезионным грунтом. Влеченый, чувствуешь себя как это. Жилком сервис. Как сотрудник жилком сервиса. Сотрудник жилком сервиса. Опять побелить. Вот так побелить. Вот так кое-что. Вот ля-пля-пля-побелить. Грунгер пар. Остатки у нас остались несколько, пару литров. И мы их пускаем в это дело. Ну да. Обрабатываем эти самые расшитые трещины. Обрабатываем саморезы где. Вот чтобы здесь было мокренько. Там в этой потае. Чтобы там же присверливали. Песочек вот этот ненужный нам. Ну и дранку как-то. Хоть как-то ее промазать можно. Ну да. Ну как-то так. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Все. Думаю, сегодня мы закончим. Вверх остался вниз. Завтра можно будет уже смело штукатурить. Наверное. Не убегай. Убегает. Да. 15 число у нас не очень-то весело, не очень-то радостно. А даже наоборот. В рамках я подготавливаюсь к штукатурным работам. Подрезаю сюда сетку для армировки. Вот. На этом самом, на столике. Режу необходимые мне размеры. Чтобы сразу на две стороны гипрока было. И Саша параллельно идет по потолку. Смотрит на... Где-то от трещала. Где-то она подмазывает. Переподмазывает. Имеет ли это смысл? Пока. Пускай сделает одну комнату. Посмотрим дальше, что будет. Надо дать время посмотреть. Потому что будет сейчас влажность поднимется. Там выходные будет прохладно. Все-таки мы включаем пуску. Тут чуть поднимается как бы температура и так далее. Пойдем посмотрим, что там происходит. Там происходит неизбежное. Так. Для начала я присяду и покажу. Саша здесь расшила трещину. Она такая не была, но она была видимая. Она уже расшила ее. Она была не волосяная. Здесь произошла в этом месте. Произошла подвижка. За вот этих несколько месяцев, которые прошли там... А сколько прошло? Я не помню точно. Это не суть. Больше трех месяцев. Скорее всего, прошло с тех пор, как мы сделали эту работу. И вот, что у нас есть. Отторгла сетку. Здесь она просто выпадает. Не знаю, сейчас услышишь с камерой или нет. Вот я пальцем сейчас уберу вот это. Вот я выминаю оттуда шпаклевку просто. То есть, произошла подвижка. Это часть карниза. Это стена несущая. Там доска. Но все равно почему-то эту стену увело на, видимо, даже на миллиметр, возможно, вбок. Вот здесь это заметно. То есть, здесь линия меняется. То есть, его развернуло. Вот здесь заметно. То есть, идет так и потом уходит. Как-то развернуло этот угол, получается, карниза. Могли бы мы это избежать как-то вот этого? Нет, мы не могли этого избежать. Потому что это конструктивная какая-то движуха. И здесь вот в такой плоскости я подвижки не вижу. Но подвижка произошла вот так как-то. То есть, часть просто, просто увело. Это не просело ничего. Не могло. Куда бы оно просело? Ведь мы, когда делали, мы ошкуривали, многократно подходили. Нет, мы не замечали этого. Но что-то произошло, благодаря чему мы получили вот что. А вот так вот мы получили. Ага. И надо как-то бороться с этим. Что-то надо делать. Вырезать сетку отсюда бессмысленно. Поскольку это армирующая сетка, которую армируют здесь этот самый. Как бы в падуге что-то пытается армировать. Дальше все нормально. Но в этом месте все плохо. И я думаю, что можно поступить так. Можно прочистить то, что само выпадет. Аккуратно все промести, промести. Здесь же под ней была грунтовка. Под ней был грунт. Перегрунтовывать здесь что-то я смысла особого не вижу. Я думаю, что надо дать этому... Думаю, надо это хорошо прочистить. И замазать это вот это место. Не расшивая здесь. Замазать GS. Витамин GS. Вебер Витамин GS. Она с клеем ПВА. Она с микроволокном и так далее. И посмотреть, что произойдет дальше. Поскольку если разрезать эту сетку, то смысла нет никакого. Слоить сюда бинты какие-то клеить. Их оторвет так же, скорее всего. Я думаю так. Я думаю, попробуем GS обойтись без расшивания вот этой трещины. Она пошла дальше, естественно. Вот она. Я не знаю, видно ее или не видно. Вот она здесь. Она здесь маленькая, волосяная. Но там она была больше. Ну, из-за подвижки. Из-за того, что было движение какое-то произошло. Что-то смещение прям такое ощутимое. Не знаю. Попробуем так подлечить это место. Это самое дикое. Следующий день. И мы приступили к штукатуриванию проема. Вчера мы только эту стенку успели сделать. Дальше не получилось у нас. Я долго готовился. Приготавливал все эти картонки. Подкладывал там под гипрок. Короче, не быстро это было. И сейчас мы стараемся в мокром слое идти. Вот здесь еще нормальный. Здесь еще проминается. То есть мы стараемся сразу же сетка. И сразу же поднимаем слой. Как бы работаем ротбантом. Вот. Как бы сетка армировочная. По этим самым специальных этих местах, где мы оставляли. И потом уже слой сразу же накидываем по мокрому. Как бы в одном слое. Чтобы все было. Сетки с перехлестами делаем вот здесь. И будем поднимать. И вот здесь тоже будем армировать. Все будем одновременно делать. Поднимать, 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 поднимать. Так. Эту сторону мы сделали. Нам надо идти на ту сторону. На другую. Ну, не так-то быстро оно. Ну, как идет. Как идет. Это как бы не очень-то просто нам было. С тем, что армируешь. Ладно. Здесь поднимали вот так. Видно, да? Что поднимали вот в этом направлении. А вот сверху пришлось и загнуть. На метровом провиле. Оно видно. То есть вот как раз метровое провило. Почему так? Сейчас перехвачу камеру. Потому что у нас существует... Нет, давайте так. Для начала посмотрим, что здесь происходит. Ага. То есть мы как бы... Ну-ка так. Вот так. Вот так получилось. Там миллиметр четыре, наверное, будет. Почему так? Почему такой подлом получается? Потому что здесь, когда был проем раньше, над проемом была часть старой стены. Вот здесь. И мы как бы низ карниза делали по уровню старой стены. Собственно, как делали? Он как делался? Как и делался. Он там был уже. Но потом мы убрали вот эту часть штукатурки. Что-то само выпало. И когда мы начали сводить вот здесь, посмотрели и поняли, что у нас там вот такая полка получается. Он нависал очень сильно сюда. Да, сам карниз. И поэтому мы здесь свели вот так. Как бы выгнули плоскость вот в таком ключе получается. Потом здесь будет еще шпаклеваться. И как бы чуть-чуть это немного еще подсгладится. Иначе никак. Иначе, если бы мы делали ровно, то у нас снизу получилась бы толстая полка. И было бы видно, что старый карниз, а он идет, если это будет, видно, он идет пузой. Вот, я думаю, видно. Он идет пузиком таким. Там перелом. Существует переломчик. И он как бы вот так в сторону чуть-чуть. И это было бы сразу резко заметно. А так мы просто как бы прогнули плоскость. И иначе было бы никак. Так что вот, эту часть сделали. И с этой стороны то же самое. Все так же. Там как раз получается корыто, мешок на третий проема. И оставляем сетку, чтобы торчали лопухи сетки, чтобы сразу же потом можно было пододвигаться, собственно, как обычно. То есть не вмораживаем ее сразу. Оставляем, чтобы можно было отогнуть спокойно, чтобы можно было работать сеткой. И обходим тоже поверху вот так же. Но снимать некому. Это очень быстро надо делать, поскольку ротбанд он быстрый. А это все-таки такая немного щепетильная работенка. Ну, в общем, армируем по кругу полностью этот проем. Ну, вот. И с той стороны так сделали уже. А вот и заканчиваем этот проем дверной. Саша маленьким провильцем там сверху сводит. Понятное дело, там оно не должно сойтись идеально. Ну, тут чуть-чуть, там какие-то пару миллиметров возле полки, по-моему, было что-то. С той стороны было намного хуже все. И здесь тоже есть подгиб в линзу, но это на всей стене, так что мы как бы не трогаем. Как бы она плавно так заходит сюда, и пускай так будет. Ну, и как бы вот так вот она. А ну-ка я отверну этого чувачка. А ну-ка. Звучил плохо, вот. Звучил плохо? Плохо звучит, забыл. Когда я сказала, что я тебе палец оторвала. Ну, не оторвала. Ты мне палец прижала мне палец, перекрутила весь палец. Ну, меня и так мало пальцев. Так, что говоришь? Железка забористая. А что, трещину видно? Не перепошла ли она еще раз, нет? Пока нет. Ну, Саша там подсеточку эту, там где чуть-чуть как было смещение, она там и задувала этим шприц, использовала подсетку, чтобы получше было и сверху намазала. Не знаю. Посмотрим дальше. Так, у нас сегодня уже вторник, 20 какой-то, 20 по-моему. Мы доделали штукатурку в этой комнате. Кроме сюда, к печке. Не хватило штукатурки. Я не знаю, как рассчитывать. И вот сюда, ну, у меня осталось там остаток, меньше мешка, но вот сюда и вот с этой стороны сюда точно не хватит штукатурки, вот сюда вот. А так-то здесь тоже заделали все. И здесь тоже не хватило на одну сторону. Придется ждать. Вчера вот здесь только сделали, и придется ждать высыхания, чтобы сделать вот эту часть. Не знаю, не знаю. Я взял, я рассчитывал, что на все эти работы уйдет 10 мешков. Сейчас поверну. Я рассчитывал, что на эти две комнаты, ну, так прикинул, посчитал расход туда-сюда, рассчитывал, что уйдет 10 мешков в штукатурке. Взял 14 мешков. Нет, не хватило. Я не знаю, как вот эти толщины тут рассчитать на какую-то мелочь, у тебя может много уйти, и наоборот. Так что придется ждать подвоза штукатурки и высыхания вот этой вот части стеночки. И потом уже там в углу прогрунтовать и с этой стороны как бы заделать вот эту часть, там, где кирпич. Так, Саша прошла все трещинки, посмотрела. Я прошел, пошкурил розетку вокруг и нашел, она местами оттрещала от этого самого. Непонятно почему. Там была микро такая волосяная трещина. Вот Саша сейчас проходит и заделывает гипсом со шпаклевкой. Я пойду чуть попозже и это самое прошлифую, потому что там не будет влажно. Я отошел, наверное, сантиметров 15 вот всю примаску, где розетка примазана. Вот. Я ее просто отшкурил. Можно будет пройтись машиной и потолок прошкурить. Ждем, пока сохнет. У нас тут все вот это вот на штукатуре, на что-то. И поэтому можно заниматься потолком. Падуги у нас пошкурены везде. Надо пройтись, прошлифовать потолок, собственно, и приступать к его шпаклеванию в этой самой финишной, родбан пастой супер финиш. Вот. И тогда, чтобы подготовить его под покраску, собственно. Ну, посмотрим, как себя поведут эти переделанные трещины. Хотелось бы, чтобы не повели себя никак, чтобы все было на месте. И так, 21 декабря, и ничего мы так не сделали вчера, кроме розетки по этому потолку. Потому что мы вели переговоры с собственником насчет вот этих стен. Насчет стен, которые с новой штукатуркой. И мы достигли соглашения, и мы их будем делать. И поэтому нам придется чуть по-другому сейчас все перестраивать, чтобы сначала подогнать как бы все под шпаклевание, все стены, которые у нас есть, старый остат, оставшиеся. В общем, вот. Саша занялась укрывкой труб. И будем потихоньку мы приступать. Но об этом, наверное, будет уже другой ролик какой-то. Вот эта стенка, эта стенка нас ждет, это я специально приготовил, показать, что мы будем делать. А ну-ка. Так, чисто для затравочки. Это новая штукатурка. Потому что вот даже вот так. Я не делаю никакой проявочный свет. Это просто вот как-то вот так это выглядит. Вообще. Вот такое все. Вот так. Это как бы вот под обои. Сделано под обои. Везде у них сделано плюс-минус одинаково. Везде плюс-минус одинаково. Вот это вот. Надо с этим делать что-то. Надо будет это шлифовать. Надо будет это шпаклевать. Так, мне не нужен. Что тут показывать? Оно все одинаково так сделано. У этих ребят. Вот эти стенки. Здесь, наверное, что-то будем. Пока. Ну, здесь вот точно. Точно здесь будет движух. А тут то же самое все. Гипрочные стены. Вот этот угол, который поштукатурен здесь. Высохнет, заштукатурится отсюда. В общем, пока есть чем заниматься. Поскольку шлифовать там много. Много где надо будет шлифовать вручную. Поскольку трубы за трубами пролезать в эти углы какие-то. Ооо, ждет нас веселье с этими штукатурочками. Но сделать что-то надо, чтобы свести это к какому-то общему знаменателю. Скажем так. Ну и в завершении этого ролика, конечно же, вопрос, который волнует наших постоянных зрителей. Кто постоянно смотрит этот проект. Где же Ксении? Куда подевались в Ксении? Грустно, печально. Но с Ксениями пока пауза. Я допустил просчет предполагаемого времени выполнения. Это окна. Я не хочу здесь конкретизировать. И если вам интересно. А я знаю, что многим такое интересно. В чем же, какие бывают ошибки. Ошибки какого-то там прогнозирования и так далее. Дайте мне знать в комментариях об этом. Я, возможно, более серьезно распишу какие-то ошибки, которые передо мной. Которые не то, чтобы передо мной. Которые меня. Они меня. Допустил ошибку. Ладно. Я понял по своим записям, что я как бы допустил критическую ошибку. И решил как бы запаузить эти отношения, наше сотрудничество. Я говорю девчонки, чтобы мне не оставаться должным там. Чтобы не возникало никаких ситуаций. Давайте пока есть возможность. Давайте вот приостановимся. И мы с Сашей дальше будем продолжать вдвоем. Коллектив классный. Я настолько все печально, тихо и пустынно. Без вот этого звонкого смеха. Без таких эмоций классных, веселых. Но получается как получается. Главное, что все мы продолжаем тусоваться. Переписываться. Девчонки ходят. Саша, Ксения ходят. Какие-то там, не знаю. Театры, кинотеатры. Все тусуются. Но пока вот мы с Сашей продолжаем вдвоем. Поскольку у нас есть еще один объект. Но он очень вяло текущий. И вот применить Ксении туда не получается пока. Грустно. На самом деле очень грустно. Так пусто. Реально пусто. Кто там, знаете, приколюху. Этот прикол с гуглом. Вбивайте в гугл женский коллектив. Кто не знает. А потом тыкайте на картинки. Женский коллектив в гугле и картинки. Так вот, у нас был не такой женский коллектив. Тут был классный такой женский веселый коллектив. Женщины же они эмоциональные. Они могут как негативные эмоции такие мощные выражать. Так и позитивные. И здесь было 99,99 позитива. Инструменты в разные стороны. Шуршат наждачки. Веселый смех. Шутки. День пролетает просто. Классно, позитивно, весело. Но есть какие-то. Происходит, как происходит. И хотелось бы верить, что мы опять будем работать все вместе. Такой веселой, дружной, классной толпой. Так что, кто обеспокоился отсутствием Ксении, не беспокойтесь. Все хорошо, все классно. Но пока вот пауза такая у нас в сотрудничестве. Ладно. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok